Вы когда-нибудь задумывались, почему пришли в этот мир и куда вы идете после смерти? Я думаю, каждый из нас хотя бы один раз в жизни задавал себе подобные вопросы. Обычно такие глубокие вопросы навлекают на себя темы религии Бога или эволюционизма и натурализма. Без сомнения, атеизм против теизма является одним из самых популярных интеллектуальных противостояний, продолжающихся веками. Как человек, который учил теологию на академическом уровне более одного с половиной года и вел дебаты и дискуссии с людьми из разных вер, я приведу логический аргумент в пользу существования Создателя. Пока что я не буду называть его Богом, а назову его причиной Вселенной. Моей первой посылкой является следующее. Все, что начало существовать, требует причину. Все, что начало существовать, имеет причину. Есть причина и есть его следствие или результат. Следствие или результат требует причину, прямо говоря. Вы можете быть гиперскептическими, как я, но эта вещь довольно элементарная. Я бросаю вызов любому с этой аудитории. Показать, привести, продемонстрировать все, что угодно, что начало существовать и у которого нету никакой причины. Если вы это сделаете, вы не только разрушите мой аргумент, но и получите Нобелевскую премию. Почему? Потому что продемонстрировать что-то подобное невозможно. Я не хочу вас разочаровать, и поэтому приведу вам одну и единственную альтернативу. И это ничего. Либо следствие было вызвано чем-то, или же вызвано ничем. Многие атеисты любят говорить, что Вселенная и все в ней появились из ничего. Мы эволюционировали из ничего. Ничего является причиной всего. Давайте я вам объясню, почему это является более абсурдным, чем вера в единорогов. А на самом деле я вам лучше упрощу его и сделаю абстрактным. Но перед этим я задам вопрос. Что такое ничего? Концепция его очень простая. Ничего – это отсутствие чего-либо. Повторюсь, ничего или ничто – это отсутствие всего. Есть ли у ничего способность дать начало чему-либо, производить что-либо? Я вам облегчу эту задачу. Может ли ноль равняться одному? А если ноль прибавить к нулю? А если ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль плюс ноль, мы пойдем тогда бесконечности? Получим ли мы когда-нибудь один? Нет. Математически это невозможно. Теперь, почему это более абсурдно считать, что ничего может быть причиной чего-либо? У ничего нет никаких элементов, чтобы вызвать что-либо. Мы можем даже сомневаться в его существовании, потому что это отсутствие всего. Не говоря уже о его способности дать начало чему-либо. Ноль плюс ноль равняется нулю. Из ничего вы получите ничего. Однако с чего-либо вы можете получить что-то. Так теперь я возьму причинность и применю его в более специфическую ситуацию. Нашу Вселенную. Вот мои следующие посылки. Вселенная начала существовать, и поэтому она требует причину. Дедуктивная аргументация. Некоторые из вас наверняка слышали про расширение Вселенной. На самом деле это является современным научным консенсусом. Есть множество эмпирических доказательств в его пользу, но я приведу только самые значительные. Первое доказательство было приведено одним из самых выдающихся ученых 20 века, Эдвином Хабблом. Человек, который смог убедить самого Альберта Эйнштейна, касательно ограниченной и расширяющейся Вселенной, и что пространство-время не является статичным бытием, а переменным. Его свидетельство называется «красное смещение галактик». Я объясню более простым языком. Красное смещение – это увеличение длины волны излучения, как свет, исходящий из других галактик, перемещается через пространство, чтобы достичь Земли. Расстояние между галактикой и нашей планетой увеличивается. Более того, галактики растягиваются. Это было шокирующим открытием в то время. Однако, вы можете сказать, может, галактики отдаляются через пространство, просто они растягиваются через пространство. Но тут есть один нюанс. Само пространство растягивается, само пространство расширяется. Откуда мы это знаем? Единственный способ, которым ученые изучают пространство – это наблюдение за тем, как оно влияет на разные космические вещества, такие как материя, антиматерия и так далее. Не только галактики растягиваются, но и другие вещи внутри тоже растягиваются. И даже свет, который перемещается через пространство, растягивается. Так мы поняли, что Вселенная расширяется. Есть еще одно доказательство, которое указывает на начало Вселенной – космический микроволновый фон. Ученые смогли обнаружить его с развитием технологии. Другими словами, очень чувствительный радиотелескоп. Его тоже не так уж и сложно понять. Это электромагнитное излучение, оставшееся с ранней стадии Вселенной. Это свидетельство используется, чтобы показать, что у Вселенной было начало. Это реликтовое излучение полностью заполняет пространство. И благодаря ему мы узнали, что температура ранней Вселенной была очень высока. Также с расширением Вселенной эта температура снижается. Все это также указывает на теорию Большого Взрыва, которая пытается объяснить зарождение Вселенной. Согласно этой теории, вначале была сингулярность, которая потом взорвалась, и в результате зародилась наша Вселенная. Она начала расширяться с того времени, и все внутри начало развиваться и появляться. Первыми элементами были гелий, водород, углерод и так далее. Мы можем пойти намного дальше. В 2001 году самое выдающееся космическое агентство НАСА запустило миссию WMAP, и через 11 лет они выявили результат. Они смогли измерить расширение Вселенной и установить ее возраст. Современные ученые не только приняли изложение ограниченной и расширяющейся Вселенной, но и теперь они изучают ее истоки, они могут измерить само расширение. И эта статья, опубликованная в 2019 году агентством НАСА, упоминает, что возраст Вселенной составляет более чем 13,5 миллиарда лет. Довольно невероятно, да? И это не гипотеза. Все это не просто теории. Это реальные видимые вещи. Мы все еще можем их видеть и за ними наблюдать. Прямо как форма нашей планеты. И если вы примете все эти эмпирические доказательства, то вывод будет довольно простым. В заключении я бы хотел сказать, что это более разумно считать, что за Вселенной должно быть скорее что-то, чем ничего. Что-то невообразимо могущественное и способное создать то, что оно создало. Наш физический мир. Является ли оно темной энергией или Аллахом, или Иисусом, или Кришной – это уже другая тема. Является ли оно независимым, какие атрибуты имеет, и пыталось ли оно установить с нами связь – это уже совсем другие темы. Единственный путь, через который мы можем ответить на эти вопросы – это изучение и образование. Учение, несомненно, это процесс, длящийся всю жизнь, и мы никогда не должны переставать искать знания. Спасибо. 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 Спасибо.